Девушки отдыхают Птица Киви Привет, Бода! Что ты делаешь? Привет, дети! Сейчас я вам покажу вот! Ой, таракан! Это не таракан, а нигдемик! Такое животное, которое живет только здесь и больше нигде! Бода, ты имел в виду эндемик? Вот, именно! Бода, тараканы не эндемики. Эндемик – это Бод. Птица Киви, например. Живет только в Новой Зеландии. Ой, не могу! Держите меня! Бода, ты куда? В Новую Зеландию, конечно! За птичкой! Идемик! Так-так-так-так-так-так! Со своими Харьками въезд запрещен! Харьки есть? Молодцы! Так! Так, можно я сюда? Ну и где же эти ваши птицы, Киви? Вот же они, ты уже десять раз об них споткнулся. Да это же никакая не птица! Птица, птица, смотри, лапки, крылышки, клюв. Бода, будь осторожен, ты сидишь в нее норе. Раз птицы, то пусть с ними летают. Лети, птичка, летись! А им незачем. В Новозеландии нет хищников, ни змей, ни хорков, ни диких кошек. Вот они и разучились летать. Непорядок. Рожденный птицей летать обязан. Сейчас устроим им хищников. Кого там обычно птички боятся? Я хорек. Я серьезно. Холкам в лес запрещен. Холкам в лес запрещен. Новозеландское правительство оберегает Киви и не позволяет водить в страну хищных животных. Погадите-ка. Если эндемиком стала нелетающая птица, то летающий таракан и подавно им станет. Смотри и запоминай. Запомнил? Ну, что я говорил? Настоящий нигдемик. Ух ты! Вот и научил таракана летать. Была бы голова, а крылья делал наживное. Подводный туризм. Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня я научу вас подводному туризму. Это вот так, например. Бода, подводный туризм – это плавание в море глубоко под водой. Ну, вы насмешнили. Там очень красиво. Рыбы, морские цветы, осьминоги, затонувшие корабли, киты. Ого! Тогда за мной! Стой, Бода! Надо сначала научиться пользоваться аквалангом в специальной школе. Дети, я только что закончил школу аквалангов, а, ну, то есть дайверов. И сейчас я научу вас учиться учу... А, ой! Ух ты! Как красиво! Вот это да! Э, так, дети, не отвлекайтесь. Нам нужно посмотреть. Эм, да, рыбы. Рыбы есть. А теперь цветы. А вот и цветы. Цветы есть. Нет, Бода, это рыбка. Эй, я имею в виду вот. Это медуза. Бода, осторожнее. Если до нее дотронуться, она может ужалить. Ай-яй-яй-яй! Дети, не трогайте медузу. Ищите цветы. Вот. Это точно цветы. Хе-хе. Сейчас букетик для мамы сверут. Актини называют морскими цветами. Но на самом деле это полипы. И они тоже могут ужалить. Дети, не трогайте цветы. Ищите осьминога. А-а-а. Актиния! Ой, чего это? Хе-хе-хе. Бода, это осьминог. Если его напугать, он может выпустить защитные чернила. Или даже ужалить. Я ради них школу окончил. А им лишь бы ужалить. Так, остались затонувшие корабли. Дети, что мы делаем, когда не можем чего-то найти в незнакомом месте? Спрашиваем у прохожих. Правильно. Молодой человек, не подскажете, как пройти к затонувшему кораблю? Бода, это акула. Ой, смотри, птичка. Ух, чуть не ужалило. Бода, смотри, затонувший корабль. Ух ты. А что я вам говорил? Подводный туризм, это очень положительно. Так, сейчас перекусим и будем искать кита. Так, сок. Не хочу. Бутерброд. Тоже не хочу. Все, дети, под водой хорошо, а дома вкусней. Передайте киту, что я его не дождался, пусть зайдет ко мне, как освободиться. Ну ладно, ладно. Фото на память. Потерянный багаж. Где же Бода? Мы опоздаем на самолет. Дети, спокойно. Чемодан сам себя не соберет. Здесь только самое необходимое для полета. Почему вы не сдали багаж? Куда сдавать? Зачем сдавать? Бода, в салон самолета не пустят с тяжелыми вещами. Большой чемодан должен лететь отдельно. Бода, чемоданы летят не сами, а в багажном отделении, в том же самолете. Вот что я вам скажу, дети. Я не оставлю свой чемодан без присмотра. Так, так, и вот так. Ну, Бода, вдруг ты потеряешься? Неа, я везде найдусь. Просто багаж иногда теряется. Теряется. А вот так удача. Так, так, так. Опа. Зачем тебе весь этот мусор? Мусор. Мусор, 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 мусор. Это мусор, мусор. Учитесь, дети, как совмещать путешествие с уборкой. Вот, теряйте уже скорее мой чемодан. Пока-пока. Бода, Бода, твой чемодан. Он все-таки не потерялся. Тише, дети. Делаем вид, что это не наш чемодан. Господин Бода, заберите свой багаж. Дети, я, кажется, ошибся. Нам надо было лететь в другую сторону. Идем снова сдавать багаж. Какой хитрый чемодан. Не хочет теряться. Дети, я забыл дома мыльные пузыри. Срочно возвращаемся. Мы не хотим, не хотим. Тише. Я нарочно его запутываю. Увидимся дома, чемоданчик. А на самом деле мы летим на море. Е-е-е-е-е-е. Е-е-е-ет! Ой. Бода, зачем мы сюда прилетели? Как это зачем? Затем, чтобы... Да я и сам уже забыл Да кто тут? Господин Бода, мы нашли ваш багаж Болгария Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня мы будем добывать золото Ух ты! А где? На золотых песках Здесь, в Болгарии Ну, золотые пески – это название пляж Ну вот, будем мы в золоте и купаться Скажите, пожалуйста, золотые пески близко? Отлично! Морфы, вперед! Бода, золотые пески далеко Лучше поехать на автобусе А болгарин кивал, что близко? Бода, в разных странах разные особенности и традиции В Болгарии кивают, когда говорят нет И мотают головой из стороны в сторону, когда говорят да Это местная особенность Ну, конечно! За границей не как у нас Главное – все делать наоборот Учитесь, дети! За границей, чтобы куда-нибудь попасть Нужно ехать в обратную сторону Ехать за границей надо в обратную сторону А ходить задом наперед Бода, ну посмотри, все ходят лицом вперед Да это все туристы! Ай! Вот, видите? А могли бы лицом в грязь упасть Ну, где тут у них пески золотые? Сначала надо пожать друг другу ноги В знак приветствия Пока-пока! Ни за что не говорите мне, где здесь золотые пески? Отлично! Мы почти пришли! Ух ты! Розовое масло! Правильно, дети! Попробуем заграничную кухню! Нет-нет! Это парфюмерный магазин Бода в Болгарии очень любит розовое масло Но его не едят А теперь обедаем по-болгарски Розовое масло и мыло не едят, Бода Вот кафе, съешь лучше бутерброд Смотрите, дети Как за границей пьют кофе Все-таки сложные у них эти заграничные традиции Бода, нигде нет такой традиции Делать все наоборот Эй, вы зачем веревок на ветке навешали? Это мартенечки Настоящая болгарская традиция В Болгарии мартенечки Нарим друг другу первого марта В честь наступающей весны Их носят до того дня, когда из теплых краев прилетят аисты Люди верят, что эти птицы несут с собой весну и счастье Поэтому, когда видят первых аистов То загадывают желание И вешивают свои мартенечки на деревья У кого мартенечки, а у кого норфенечки Норфочки, морфенечки, морфофофочки О, счастливый аист Друг, принеси мне золотого песка на счастье Стойте, я сказал мне принести, а не меня Ох, и забыл, что надо было все наоборот говорить Бода, смотри, вы прилетели прямо на золотые пески Красиво! А все потому, что я хорошо знаю болгарские традиции Дети, посмотрите, какой вид Чистое золото Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин